ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И автор на сценировке. И это «Тысяча и одна ночь». Трудно найти человека, который бы так или иначе не соприкасался с этими сказками, с их очаровательностью совершенно фантастической. Я бы даже сказал, ароматной очаровательностью. Как это было все? Нет, я очень давно люблю эти сказки. Когда-то я первый раз их прочла во взрослом состоянии, неадаптированном. И, конечно, они обладают таким эффектом втягивающим. Это же бесконечное переплетение жизненных узлов, которые никогда не развяжутся. Поэтому «тысяча и один» – это образ. Это не в буквальном смысле «тысяча и один», а это бесконечное множество. Когда мы репетировали, ребятам говорили, что это дурная бесконечность любви, которая замешана на безумно красивых архетипических образах, символах, которые, мне кажется, возвращают человека к изначальному самому себе. Поэтому мне очень хотелось их давно сделать. И в частности потому, что хотелось найти какой-то язык адекватный этому очень красивому, архаичному, образному, сложному и наивному языку. Потому что, конечно, это безумно втягивает. И вдруг через эти бесконечные узлы и нити ты как будто проникаешь в какую-то метафизику души, той, которой она была изначально, во времена Адама и Евы, наверное. Вот это мне очень привлекло. И давно уже хотелось это сделать. Ну, получается такая очень красивая идеалистическая картина. Ну, в общем, а что еще требовать от сказки? Не рассказывать же на самом деле, что человек, в общем, хищник. А если говорить об архетипах несвязанных художеств, то наши далекие предки вообще и падалью не гнушались, правильно? Но это же совсем другая история. Дело в том, что архетип, насколько я пользуюсь этим понятием, это Юнг придумал, да, я так волонтаристски им пользуюсь, в его понимании, насколько я это представляю, это изначальный образ. Это те механизмы психические, да, которые всегда, никогда не меняются. И мне кажется, что вот эти механизмы души, да, которые никогда не сводятся сейчас ни к чему рациональному, они в этих сказках есть. И я вот все время говорю, что если есть у человека сейчас какой-то путь к спасению, да, во время коллапса цивилизации и абсолютно рационального мышления, то это, конечно, возвращение каким-то изначальным образом. Эти сказки, они до определений существуют, до определений нравственного или безнравственного, до определений хорошо или плохо, они изначальные, поэтому я говорю, что они архетипы. Можно ли сказать, что это такой арабский вариант Декамерона? Конечно, я думаю, можно, да. Можно, да. Ну там-то вообще ситуация, вот собрались люди, прячасься от чумы, и давай рассказывать друг другу. Но здесь тоже ситуация, связанная с вопросами жизни и смерти. Вот попробуй что-нибудь, фантазия истощилась, и все, и глядишь, голова с плеч. Да, я думаю, что это тоже образ, поэтому у нас в спектакле нет там Шхерезада и Шахрияра, но есть такой намек в ведущих, потому что это Шхерезада. А ведущие это вы и Федя Максов, да. И Федор. Ну это скорее два таких человека, которые путеводители буквально по сюжету, да, какие-то художники, которые ведут сказку в буквальном смысле и в метафорическом осмысливают то, что происходит не только на сцене, но и в жизни. Поэтому там много стихов суфийских поэтов. Спектакль идет около полутора часов. И, конечно, наверное, это самое тяжелое, работать, ну в прямом смысле, монтажером живой плоти спектакля. Потому что, ну знаю, что Фоменки репетируют по-особенному, и, конечно, наверное, это было полотно гораздо больше. А вот дальше вот резать, резать и резать. Нет, вы знаете, я практически ничего не резала, кроме огромного количества стихов суфийских, которые мне были очень дороги, но я с большой жалостью от них отказалась, потому что есть циническая правда, да, есть мое собственное предпочтение. Вот они просто уже показались мне избыточными. А в самих сказках я, ну, практически ничего не резала. Я читал отзывы на ваш спектакль, и они очень благожелательные. И отмечается... Они разные, наверное. Ну, разные, да, но я говорю об общем тоне, и все очень благословно принимают как раз то, о чем вы говорили в начале. В спектакле нет такого углубления в восточную тематику, то есть там нет ориентализма. Но вот какие детальки все равно для вас было важно и для сценографа, чтобы какие-то детали напоминали вот об этом, как я сказал, аромате? Ну, вы знаете, честно говоря, это было для нас не очень важно. И когда возникла в воображении подушка, она была скорее каким-то местом для любви или каким-то рельефом местности, ну, через образ решенный, что это какие-то поля, леса, холмы. Вот, и вот эти окна, они тоже у меня возникли в голове, как... Ну, в общем, эта декорация, мы хотели добиться какого-то модели мира. Вот это окна, в которых... Или картины какие-то ожившие, в которых люди мечутся, никак не могут разрешить свои страсти. Вот этот рельеф местности или место для любви, там есть гиена огненная, люк, есть рай. Это же Маша Митрофанова мне подсказала рай. Художник, как раз. До нее у меня были только окна и подушка. Она придумала еще и рай там, за что... И вообще без Маши Митрофанова, конечно, не смогла бы это воплотить, потому что она ползала по подушке бесконечное количество раз и дорисовывала ее как настоящий художник. Спектакль должен был выйти к зрителю летом, в начале лета. Как вы переживали вместе с героями всех этих сказок уже 1500-ю ночь пандемии? Вы знаете, мы прервали репетиции, но мы что-то успели, мне кажется, нащупать, пока мы репетировали до пандемии. А во время пандемии, мне наоборот, это время очень помогло, потому что я еще что-то для себя доформулировала и еще что-то представила, еще поработали мы с художниками, делали костюмов. И вообще это время пандемии было для меня одной из самых продуктивных периодов в моей жизни, потому что мне было очень хорошо. Но второй раз этого совершенно не хочется, это уже какая-то, конечно, патология. Второй раз сидеть. Да, это не надо. Но я помню, что вы где-то сетовали на то, что на выпуск «Мастер и Маргарита» трех месяцев было маловато. Это была катастрофа, даже не хочу об этом говорить, потому что это была катастрофа в дебюте, как говорил Петр Навич, а здесь у меня не было такого ощущения. То есть все-таки были очень напряженные репетиции, мы репетировали по 10 часов в день, каждый день на протяжении двух месяцев, вот когда уже вышли. Ну, мы были в суперусловиях, потому что у нас сразу были декорации, но это было условие, потому что без этой подушки невозможно репетировать, она слишком сложна. И мы 10 часов в день, два месяца репетировали, и это было, по-моему, это было очень хорошо. Вы знаете, это очень важно, когда репетиции как-то осенены любовью. И я очень благодарна актерам, ребятам за то, что они как-то за мной прямо пошли. Это для меня удивительно. Потому что это было сложно. И язык этот сложный, и способ этот сложный. И мы хотели что-то найти, и было очень сложно обратить их в свою веру. Слушайте, а как они могли не пойти? Во-первых, у вас природа такая фоменковская, а во-вторых, ну, представим себе ситуацию, это уникальное, конечно, явление, когда в одном театре актеры в таком количестве выступают как режиссеры. Уже больше десятка точно таких людей. Ну, и попробуют кто-то в следующий раз стать режиссером. Ну, это не всегда бывает очень умилительным. Конечно. И привлечет вас. Может быть. Да. И вот если он будет капризничать, то и вы будете капризничать. Ну, дело не в капризе, а в том, что у меня всегда есть желание какой-то нащупать новый язык, да, какой-то новый способ говорения. И это довольно сложно. И для того, чтобы его найти, нужно очень много работать. И сто раз ошибаться. То есть в одной сцене должно быть 50 вариантов для того, чтобы ты нащупывал то, что действительно нужно. Потому что здесь такой способ, когда мы хотели, чтобы движения души были эквивалентны движениям тела. И в теле тоже должна быть какая-то архетипичность, да. И это довольно сложно было найти. И все очень как-то почувствовали это. Кто пластикой занимался? Ну, мы все занимались пластикой. Конечно, я, наверное, больше всего понимала, ну, что я хочу и какое должно быть тело. Но мне очень помогла Наташа Шурга. Она очень талантливый человек. И вообще им большая благодарность за то, что они, как-то наступив на свою индивидуальность, мне помогали. Я очень благодарна. Потому что я не всегда знаю, что нужно, но всегда знаю, что не нужно. И они очень пытались под меня подстраиваться. И я очень благодарна им за это. То есть Наташа Шурганова и композитор Равкат Батридинов, который просто потрясающую, по-моему, музыку написал для этого спектакля. То есть как мы с ним обговаривали, что эта музыка должна действующим лицом и должна давать отстранение и движение времени или биение сердца. Вот, по-моему, это очень сложная задача для композитора написать музыку, которая говорит о биении сердца и движении времени. Мне кажется, он с этим справился. Если бы была возможность вообще раздеть всех артистов. Вы знаете, несколько лет тому назад вышла во Франции опера «Галантная Индия» на музыку Ромо. И там просто полспектакля совершенно органично. Ну, просто совершенно органично. Не хочется называть это массовкой, но три четверти всех действующих лиц, они просто на сцене ходят совершенно обнажённые. И если на первый взгляд это кажется так, ну, непривычно, мягко говоря, то к концу спектакля, так как это всё работает на тему спектакля, вот как раз та первичность и прелесть обнажённости человека, когда он не стесняется ничего. Ну, вы знаете, я совершенно не ханжа, я нормально отношусь к спектаклям, где есть голые люди, но есть только два момента. Во-первых, я считаю, что всё-таки в театр должна быть обнажена прежде всего душа, а не тело. И тогда, если у меня такой посыл, то обнажённость тела мне лично, как зрителю, мешает разглядеть обнажённость души. Может быть, потому что у меня... Я очень русский человек абсолютно по менталитету. И я думаю, что русскому менталитету это вообще не свойственно, такая степень обнажённости. Я слабо представляю себе, чтобы то, о чём вы говорите, органично посмотрелось в русском театре. И мне не кажется, что мы должны подравниваться под европейский театр в этом. У нас совершенно другая... всё другое. И я не думаю, что это хорошо бы выглядело. И вот знаете, как Капеллян очень смешно ответил, что он слишком смешливый, когда его спросили. Вот у меня сейчас возникла такая фраза, что, наверное, я слишком смешливая. Потому что всё-таки я выберу обнажённость архетипичную души, чем обнажённость тела, ещё раз повторюсь. И ещё одна вещь, что всё-таки театр — это образ. Образ. Я с вами абсолютно согласен. Я очень расстраиваюсь, когда пишут про спектакль, и про это, что в нём много эротики и свободных отношений. Я совершенно не про это делаю спектакль. То есть есть большая разница между богом Эросом и эротикой. Ей замечательный совершенно педагог и актриса в Москве Евгения Дмитриева, Елена Лядова её, ученица и Тимофея Трибунцев. Она у вас в театре совершенно потрясающе работает. Вы не представляете, как она потрясающе работает в этом спектакле. Вообще, Женя, это, конечно, кроме того, что она абсолютно талантливый человек, она поражает меня своей способностью бесстрашно искать. Я настолько ей благодарна, что, конечно, я могу сказать, что она настоящий мой соратник была в этой работе. Ведь в этом спектакле важно и текст, так же, как движение тела. Он же какой-то должен быть особенный, потому что слова особенные. То есть в тексте есть отстранение, и мы хотели, чтобы актёров было отстранение. Ну, может быть, брехтовское, может быть, какое-то наше собственное. И это очень сложная задача, очень сложный рисунок. И Женя не просто как-то справляется, она в нём существует и живёт. Женя абсолютно открытый человек. Но ведь она умеет всё. И она не боится делать то, что она не умеет. Это, мне кажется, просто подвиг. Здорово. Полиночка, я поздравляю вас с этой премьерой. Поздравляю весь театр, всю команду, которая работала над этой удивительной историей, которая называется «Тысяча и одна ночь». Спасибо вам большое. Полина Агуреева сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. И здоровья всем нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok